Поиск не прекращается. Год за годом поисковые отряды отправляются в путь, чтобы найти любую информацию о захоронениях советских солдат. Чтобы выяснить координаты и точки, где покоятся останки героев. Чтобы восстановить имена каждого, кто сложил свои жизни в боях. В августе прошлого года в селе Топки Орловской области обнаружили братскую могилу. В этих местах шли жестокие бои. Погибло и пропало без вести огромное количество советских солдат. В обнаруженной по наводке местных жителей точки предположительно покоятся 600 солдат сибирской дивизии. В августе прошлого года орловские поисковики уже нашли останки 105 человек. Останки еще 212 удалось достать из братской могилы рязанскому поисковому отряду уже этой весной. Была вскрыта вторая санитарная яма, где были обнаружены останки свыше 200 советских солдат и командиров. Удалось идентифицировать данные останки и сопоставить со списками безвозвратных потерь личного состава. Бой в данном населенном пункте приняла легендарная 399-я сибирская дивизия. Страшная трагедия и захоронение пришлось сделать в тот военный год, а это именно февраль 1943 года. Это женщинам и детям, которые стаскивали бойцов в данную могильную яму для проведения захоронения. Во внимание принималось все. Это и личные вещи, которые были найдены, частично были найдены медальоны. Соответственно, мы работали на максимум, пытались в короткие сроки произвести данную эксгумацию. Почему? Потому что в преддвериях Великого праздника Дня Победы в селе Топки будет осуществляться перезахоронение уже по-человечески. Останков данных солдат и офицеров, они будут преданы земле, как говорится, вечной память советским героям. Две точки, на которых мы работали, в двух районах, то здесь был опрос местных жителей, тщательный опрос местных жителей. Работы проводились на местах боевых действий. Во внимание также принимается и сопоставляется действующая местность, действующие карты. Не случайно я сказал о том, что первой точкой было село Медведково. Это Свердловский район Орловской области. К сожалению, мы выкопали две ямы, глубиной под 4 метра каждая яма. В них не были найдены останки. Но и это результат, считают поисковики. С каждым годом все меньше пропавших без вести солдат. Все больше перезахоронено под собственными именами с почестями. Установить имена тоже кропотливая работа. Архивные документы, сопоставление фактов, свидетельств и упоминаний. Это целое следствие. Но для тех людей, кто занимается поиском, это дело чести. Это память. Мы восстанавливаем память по крупицам, потому что события Великой Отечественной войны, они не проходят бесследно. Мы должны знать, чтить, помнить героев. И без этого невозможно. Новые форматы проведения бессмертного полка – это реалии нынешнего времени. Не пандемийного, конечно, но тоже затрагивающего каждого. Тем любопытнее предложение. И так как такового шествия в России не будет. Впрочем, частично почтить своих родственников героев можно будет в местах народных гуляний. И это первая возможность. Решено было выйти из рамок одной улицы. То есть граждане могут почтить память своих героев, участников Великой Отечественной войны, тружников тыла, узников концлагерей, подпольщиков, партизан. Всех тех, кто внес какой-то вклад в нашу общую победу. Почтить их память, придя с портретом места массовых мероприятий, которые состоятся в дни празднования Дня Победы. Также будет проводиться акция «Бессмертный полк онлайн». Это тоже такой известный всем нашим гражданам формат. Он проводился во время эпидемиологической обстановки. Онлайн-формат – это вторая возможность почтить память героев. Что для этого нужно? Заходим на сайт полк.рф, загружаем фото и аннотацию к нему. Причем для оригинальности фон и подложку можно выбрать во встроенном конструкторе. Портрет своего героя, двоюродного деда, пограничника Алексея Наганова, разместил в сети и боец поискового отряда «Верность» Алексей Чуваев. История его семейного подвига началась прямо с первого дня войны. Он защитник Брестской крепости. Встретил немецкий натиск одним из первых. Сам он был направлен в Брестскую крепость в 1940 году после окончания Минского пехотного училища. Там он был командиром взвода 333-го стрелкового полка. Во время защиты Брестской крепости организовывал защиту Тереспольских ворот. К сожалению, его останки были найдены лишь в 1949 году при раскопках. Его имя стало первым, которое удалось восстановить из защитников Брестской крепости. При нем был найден его комсомольский билет, ислевший гимнастерка и также пистолет ТТ, с заклинившим в патроннике патроном. В преддверии Дня Победы я разместил портрет своего деда на автомобиле. Пусть все видят героя моей семьи. Присоединяйтесь к бессмертному полку для автомобилистов. Пусть в День Победы герои будут с нами. Да, в праздничные дни фотографии предков разрешено убирать под стекло всех автомобилей. Есть тут, правда, одно «но». Размещать можно так, чтобы не загораживать обзор и не создавать помех при вождении. И это третья возможность для участников бессмертного полка заявить о своих героях. Здесь граждане могут портрет своих героев разместить на задних стеклах, задних боковых стеклах, задних стеклах своих автомобилей. Тем самым проведя вот этот день, День 9 мая, День Победы со своими героями на автомобилях. Сюда также могут присоединиться, ну не только граждане на своих личных автомобилях, а также мы предлагаем присоединиться различным службам, общественному транспорту. Еще один формат – сделать принты портретов фронтовиков на футболках. И да, в этом году размещать можно и парней, погибших в ходе проведения СВО. Они тоже герои. А еще есть такой формат, как «Стена памяти». В учреждениях и на предприятиях выставят аналог доски почета с фотографиями дедов и прадедов их работников. Форматов на самом деле предостаточно. Главное теперь – соблюсти традицию. И почтить память своих великих предков. Если попадает в танк, то как будто ты сидишь в железной бочке и слышишь какие-то удары. Вот так. В своей семье Михаил был последним, кого призвали на войну. Старший брат ушел уже на третий день войны. Погиб он под Ленинградом. Второй попал на фронт в 42-м. Он сложил свою голову в боях под Ржевом. Михаила Ивановича призвали в 17. Молодых призывников отправили эшелоном на Дальний Восток. Там три месяца обучения в танковом и в звании младшего сержанта на фронт. Первый бой был под Могилевым. Когда нужно, командир командует огонь из пушки. Когда нужно, из двух пулеметов. Один пулемет, который я сидел, этот не видно, куда стреляешь. Только земля, небо. Земля, небо. В кого-чего стрелял я, мне даже не видно ничего. А командир видит все. Бои велись при коротких остановках, вспоминает Михаил. На ходу не стреляли. В маленькой 34-ке размещалось пять человек. Внизу механик-водитель. Правее пулеметчик. Это место как раз и занимал Михаил Кузнецов. В башне размещался заряжающий, наводчик и командир танка. Было страшно, конечно, первоначально. А потом, после некоторых уже боев, осваивался, и члены экипажа, как говорится, дружно один другого поднимал духом. Михаил Кузнецов участвовал в боевых действиях на Белорусском фронте, в наступательной операции «Багратион» в освобождении Витебска. После боев бригаду отправили эшелоном на пополнение в Загорск. Там боевой путь Михаила Кузнецова и закончился. В полуразрушенной казарме с деревянными кроватями и соломенными подушками. Там же солдаты и встретили победу. Дежурный по подразделению объявляет, закончилась война. Вот, мы все поскочили там, все. Радость была серьезная, да? Да, 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 да. После этого нас построили курсанты, по городу там площадь была, прошли парадным маршем, завели в столовую, в то время давали по 100 грамм. На груди ветерана несколько десятков медалей, но по-настоящему гордится он лишь одной – за боевые заслуги. И пусть бои проходили в 43-м, награду он получил лишь спустя 5 лет. После войны мужчина окончил первое Горьковское танковое училище. И уже майором занимался техническим переоснащением Рязанского пехотного краснознаменного училища, будущего десантного. Сейчас ветерану 97. На вопрос о секрете долголетия Михаил отшучивается, мол, секреты на самом деле в худобе. Видели мою дочку? Вот, вот внук, тоже такой же, худощавый. А сын у меня тоже капитан запаса медицинской службы, участвовал в чеченских событиях. А если серьезно, говорит ветеран, то живет он, наверное, за всех тех, кто погиб. Боевых товарищей, двух братьев, сложивших головы в боях за страну. Сегодня Михаил Кузнецов сохраняет бодрость духа. У него двое детей, трое внуков и две правнучки. Большая семья, которая окружает его заботой и вниманием. Время Великой Отечественной войны – это не только время героизма наших солдат, дружеников тыла, но и время героизма и самоотдачи служителей искусства, в том числе и художников. Многие художники в составе такой вот студии военных художников Грекова прошли всю войну, следовали за войсками, зарисовывали те события, очевидцами которых они были, принимали участие в таком подъеме настроения художников. Одним из таких мастеров был Илья Лукомский, который родился в Полоцке, и вся его жизнь фактически была во многом связана с армией. Во время Великой Отечественной войны как раз в составе студии художников Грекова сначала был направлен в Сталинград, где зарисовывал те героические, страшные и, в общем, значимые события, военные действия, портреты фронтовиков. Но от Сталинграда он уже прошел фактически всю войну. Среди вот таких серий, этюдов у него, есть серия, которая называется «Фронтовые пейзажи». И у нас вот четыре работы, которые, на мой взгляд, можно отнести к этой серии, они так выстраиваются в такой некий хронологический ряд. Первая в хронологическом ряду среди наших работ – это работа Львов. Бои за Львов были очень тяжелые, очень сильные, и там нашим солдатам противостояли не только немецко-фашистские войска, но и как раз вот те самые отряды бандеровцев, которые во Львове базировались. И вот этот старый город, красивый город, который лежал в руинах после бомбардировки союзников, которая была за несколько месяцев до этого, вот Лукомскому удалось запечатлеть. От Львова до Познани нету 600 километров, но наши солдаты прошли этот путь почти за полгода. Ну, можно себе представить, насколько сложными, упорными и трудными вообще были эти бои. Бои за Познань начались в феврале 45-го года, и они считаются репетицией взятия Берлина. Это красивый старый город, который стоит на реке Варта. И вот на вот этой работе Познань-завод как раз можно увидеть этот разрушенный завод, это разрушенное крепление, разрушенный мост через эту реку Варта. На другой работе мы видим как раз вот тот самый наш танк, который участвовал в этих боях за Познань. Передают удивительно, удивительно атмосферу вот тех военных дней. И, наконец, четвертая работа из этой серии – это улица Берлина. Это победа, это финал, это окончание войны. И, наверное, для Лукомского окончание этой серии, оно было тоже своеобразным событием каким-то, потому что он прошел вместе с армией, вместе с нашими войсками весь этот путь и был участником тех событий. И не случайно, что он художник, который, я думаю, не держал в руках оружие, но был награжден боевыми наградами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова